Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается того, что автор пишет про непринятие своего второго ребёнка, а именно дочери. Автор вопросом не принимает то, что вторым ребёнком у неё дочь и власть. В её голове как бы сидит установка, что только если у неё будет сын и дочь, вот, то всё будет хорошо и соответственно, ну как бы ей будет, она будет, ну она будет счастлива. Вот, и соответственно, она страдает, её убивают то, что у неё второй ребёнок. Дочь тоже, вот. Она говорит о том, что ни её мать, ни её муж никогда не навязывали ей. Как бы то, что у неё должен быть сын. Ну вот, у неё получается самой, да, такая установка присутствует. Она завидует другим, значит, парам, семьям, вот. Где, собственно, есть сын. Вот. И, соответственно, сейчас она страдает из-за того, что, ну вот, день с рука, вот, жалеет как бы о том, что, вот, ну не может жить своей жизнью, получается. Вот. И, соответственно, спрашивает нас она, что делать, вот, потому что понимает, что ребёнок не виноват не в чём, да, вот. Ну, как бы, спрашивает она нас о том, как полюбить ребёнка, вот. Потому что у неё не получается. Значит, вот. Значит, сиюдация заключается в том, здесь у вас, автор вопроса, что вы не до конца, ну, понимаете, не до конца говорите о том, что для вас означает. сын, то есть какого он, ну для вас значимость сына, вот, почему вам это так важно, ну вот в данном, ну в данном случае, вот, почему так вас это волнует сильно, вот, понимаете, да? И мне кажется, что весь ваш текст, да, он про то, что вы сильно хотите, значит, сильно хотите сына, вот, но, ну как бы не понимаете зачем, не понимаете, ну для чего вам это нужно, с чем вас это так волнует, вот, и соответственно, на мой взгляд, на это вам и нужно в первую очередь обращать, ну, внимание, как мне кажется, да? Вот, то есть вы чересчур сильно, ну как бы, ну, центрируетесь на ребенке, вот, и не совсем понятно, в данном случае, каким образом это происходит, вот, понимаете, да? Вот, поэтому, на мой взгляд, вот, вам действительно нужно сначала, ну, как бы выговориться, да, вот, сначала вам нужно выговориться, сначала вам нужно, ну, прожить свои чувства, вот все, которые, ну, у вас есть, да, боль, обида и так далее, вот. А потом еще смотреть на то, вот, как бы, что для вас означает сын. Я думаю, что вы понимаете, понимаете то, что как-то это связано с вашей полноценностью, вот, как-то это связано с вашей, ну, полноценностью, то есть ощущение, вот, что вы, ну, полноценны, вот, и соответственно, нужно, вот, в данном случае, как мне, как мне, кажется, с этим разобраться, да? То есть разобраться с тем, как ваша, ну, как ваша полноценность, да? Вот, зависит, зависит от ребенка, ну, от рождения ребенка, вот. На мой взгляд, это очень, очень важно, вот, чтобы вы смогли это поменять. Да, потому что, в первую очередь, вот, необходимо найти вашу потребность, да? То есть, понял, вот, потребность, в чем вы, грубо говоря, нуждаетесь, да? Вот, чего вы, грубо говоря, ну, хотите, вот, в чем, как бы, ваше, ну, ваше желание, вот. И, соответственно, дальше уже смотреть на то, как, как можно это реализовать. Вот, я думаю, примерно, ну, примерно, пока здесь стратегия, вот, на мой, по крайней мере, взгляд, да? Такая вот стратегия, такая вот, ну, такая модель поведения здесь. Соответственно, вам нужно записаться на психотерапию, вот, и начать, как бы, работать в данном случае. Вот, я думаю, что эта проблема решится, вот, хотя, конечно, судя по тому, что вы пишете, я думаю, ну, судя по тому, что вы, ну, упоминали, да, про своего мужа и про свою маму, вот, на мой взгляд, ну, некий какой-то, вот, как бы, скрытый конфликт или скрытое давление у вас все же есть, ну, вот. Потому что подобная, вот, ну, подобная позиция, да, она не могла взяться из ниоткуда, да, как бы. Вот, вот, и если вы так на этом фиксируетесь и, судя по всему, фиксируетесь довольно давно, да, вот, то, я думаю, что в любом случае это идет у вас так или иначе от родителей, в том числе. То есть, как-то, вот, подсознательно, да, вам, может быть, внушали, вот, что, чтобы быть полноценной, да, вам необходимо родить именно мальчика, вот, наследника, как, вот, вы сами, в общем и целом, говорите, вот, и таким образом, то есть, вы, ну, как бы, себя не принимаете, получается, до конца, вот, потому что, ну, чтобы, чтобы, вот, себя принять вам нужно родить сына, да, вот, вот, и вы не можете принять свою родину, вот, поэтому здесь, в первую очередь, вот, нужно, на мой взгляд, работать именно над принятием себя, да, вот, и после этого вам стоит, вам легче будет, ну, как бы, принять, свою родину. Вот, не факт, не факт, что вы, прямо сможете ее полюбить, вот, ну, на мой взгляд, это, в принципе, и не нужно, да, вам не нужно, прямо, вот, любить, свою дочь, да, вот, ну, по крайней мере, вы сможете, вот, в этом смысле, ну, как-то, вот, несколько, ну, спокойнее, несколько, хорошо, с ней взаимодействовать, ну, вот, лучше, по крайней мере, чем, ну, чем, чем сейчас, по крайней мере, вот, вот, я думаю, что вам такой ответ вам можно дать сейчас, вот, то есть, смотрите, какая штука, у вас довольно много написано, да, текстов, но, по сути, весь текст, это про то, как, вот, вы хотите сына, да, и как вы переживаете, вот, ну, из-за, там, родов, да, что у вас бывают панические атаки и так далее, вот, и все, то есть, ну, сначала надо бы, вот, немножечко, как, как-то, ну, раскрыть, да, эту, эту тему, вот, раскрыть ее, поучу раскрыть ее, эту тему. Следующий момент, если у вас, там, есть, ну, панические, вот, вот, атаки, да, вот, если у вас, есть панические атаки, то это неспроста, вы скорее всего, ну, находитесь под напряжением, да, как бы вот, ну, под давлением, вот, и, соответственно, соответственно, как бы это требует внимание, вот, требует внимания и требует, ну, терапии, конечно же, это требует, вот, вот то, что, в принципе, я могу вам сказать, вот. На этом всё, я надеюсь, что вам помог, вот, а я надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью.